Недельная глава КТЦ Слово по дороге, оно лишнее вроде бы. Ведь сказано, что вышли из Египта, понятно, что были в дороге. Но так как в Торе нет лишних слов, а если какое-то написанное слово не нужно, ищи в нем намек на будущее, так говорят древние книги. Догадайся, что такие события будут происходить по дороге, а дорога она одна, которую указал Бог, что Он сказал, выведу вас из страны египетской куда? В землю Кнанан, в Израиле. У нас дорога из изгнания в Израиле, поэтому когда открываются двери, и когда получается, начинается эпоха, когда можно вернуться, а люди медлят, нападает Амалеком. В разные эпохи это было одно и то же, разные обличия, разные теории, но все одно и то же. Давайте быстро пройдемся. Первое столкновение какое-то с Амалеком в истории. Впервые столкнулся Яков, написано с ним. Он возвращался из Падана Рама, где провел 20 лет, и у самой границы Святой Земли наш протест вынужден был вступить в борьбу с ангелом народа, который еще не появился на свете, ангелом потомка Исава, а среди них племя Амалеком. Причем обратите внимание, что ангел появился не случайно, ни с того, ни с сего. Он был послан, после его как Яков задержался, написано, с возвращением на землю на 6 лет. Раз. Второе. Второе произошло сразу после исхода из Египта, которое описывается в Торе. По дороге в землю Израиля. И жаждал там народ, сказал, зачем ты вывел нас из страны египетской, чтобы уморить жаждой. И пришел Амалек, написано, и воевал с Израилем. Враг появился в тот момент, когда сыновья испугались пустыни. И захотели повернуть обратно. Отказались продолжать путь в землю к Наанан, куда и должны были прийти после дарования Торы. Третье столкновение. Это, вообще, это всегда, как бы, по дороге в святую землю. Вавилонский плен. Вавилонский плен. О нем рассказывается в свитке Эстер. Для того, чтобы понять причины, по которым народ, находившийся на территории Персии, встал перед угрозой полного уничтожения, надо знать историю Эстера, Мардыхая, но и перед этим события, которые были, которые связаны с праздником Пурин. Через 52 года, после того, как сыновья Израиля были уведены в изгнание, Вавилон был разрушен персами. И царь-кореш разрешил пленникам вернуться в Иудею. Что произошло? Только 42 тысячи воспользовались возможностью возродить страну, восстановить храм. Все остальные остались в Персии. Там было хорошо, там, центр мира. И тогда им, ставшими изгнанниками по собственной уже воле, было послано наказание. Они узнали, что по приказу царя они будут убиты в один день. И делал Аман прямой, родословный от Амалека. И все то же самое. Четвертое столкновение самое страшное. В нем не празднуют трещотками, не пьют вино. Слишком много, 6 миллионов погибших. И в этот раз Амалек в своем обличии напал на нас, когда, что было написано? Когда декларация Бальфура была, евреи могли уже начинать заселение святой земли. Немногие вообще на это пошли. Амалек это мера за меру. В чем секрет вообще этой беды, которая обрушивается каждый раз, когда открываются ворота в землю Израиля? Разгадать эту загадку, мудрецы говорят, можно, если вспомнить наш недостаток, который дает силу врагам. Это всегда так. Амалек первый в мире народ, у которого нет Бога. Мавский народ, Амон, который там писал, Амава, Камош, Амона, Мелько, Муцедона, там был Бааль. А у Амалека никого. Амал, один из его потомков, пошел еще дальше, он объявил себя воплощением Бога, заставил всех перед собой кланяться, растираться. Написано так, вот все, а значит, что в нас тоже оказывается есть такой недостаток? Нет, мы не объявляем себя Богом, и все же. Мы нередко выдаем свои планы, за планы Всевышнего, свои мысли, за его мысли. Мы хотим же делать что-то немножечко, и думаем, ну, это он там все в порядке. Не так. Не так. Иногда мы решаем, что Всевышний не хочет, что мы пока селились в земле Израиля, пока не произойдет то-то, то-то, Машех придет, или еще что-то, нас атакует Амалек. Вот такая история. Кстати, есть и примета современного Амалека. Ее сказал Рафискак Зильбер. Если человек поступает дурно, это одно, но если он помешает, мешает другим поступать правильно, это Амалек. Брахава от слаха.